Всем привет, вы на канале VSD и мне наконец-то дали движок, как в принципе и каждому из вас. Начался OBT 10 марта ночью и я сразу же на него залетел. В принципе, огромное количество багов и сегодня я о них расскажу, просто протестим новый движок, расскажу когда же будет официальный релиз на андроиды и конечно же когда можно будет играть с айфона. Если ты хочешь получить гелик скин Lada 4, эксклюзивные аксессуары, также VIP статус, то тебе всего-то нужно перейти в описание к этому видеоролику и скачать абсолютно новый лаунчер. После этого заходишь на Ice Server и все призы станут твоими. Вы наверняка уже пересмотрели кучу видосов про новый движок и я вам хочу рассказывать не просто про всё, что у нас добавили, что изменилось, а то, что я сам заметил и то, что мне очень сильно понравилось. Ну вот лично графика на машине мне казалось, что она будет лучше. Сейчас, конечно, вечер и её не так уж и хорошо видно, но я думаю, что со временем она станет ещё лучше, потому что ночью, честно говоря, мне она не особо нравится. Следующий, это, конечно, не особо заметные вещи, но всё равно они бросаются в глаза, то, что всё у вас в инвентаре, практически всё стало более так выглядеть аккуратнее, красивее. Например, вот эта вот канистра, ну вот аптечка у нас выглядит по-старому, то есть это тоже очень красиво и приятно смотреть. Также заходим в донат, тут я ещё кое-что заметил, это у нас транспорт, то есть если мы теперь заходим в транспорт, ну давайте высокий класс, то у нас тут сразу стоит отражение, то есть его видно и машина становится приятнее, её прям хочется купить. Вот смотрим и ещё, что я заметил, то что теперь можно переключать цвета и они все работают. Наверняка вы уже давным-давно замечаете, то что если вы переключаете цвета, то у вас практически всегда розовый. В принципе, это такая мелочь, но тоже приятно. Следующее это графика, именно не снаружи, то есть не на самой карте, а в каких-то интерьерах. То есть, допустим, в доме она и так выглядела очень круто, в доме на Рублёвке, потому что он новый, но и в других местах. Вот, допустим, сейчас мы что-то не можем перепрыгнуть, давайте зайдём в гараж, и тут тоже выглядит всё очень круто, то есть его тоже вроде бы недавно починили, и выглядит это намного лучше. Если мы заходим в интерьеры, которыми пользуется практически каждый игрок, это больница, на спавне, то там выглядит всё просто шикарно, всегда и днём, и ночью, и утром. В общем, я думаю, вы меня поняли. Следующее, что мне очень сильно понравилось, это оптимизация. То есть, теперь даже на самом слабом устройстве вы сможете спокойно играть без каких-либо проблем. Ну, допустим, вот сейчас я играю на максимальных графиках, конечно, у меня очень хороший планшет, который это всё тянет, но даже на самом слабом телефоне вы спокойно можете играть. Если у вас не тянет максимальные графики, то мы можем зайти в настройки, тут всё, в принципе, очень просто. Ну и давайте поставим прямо всё по минимуму, всё, что здесь есть. Теперь смотрим, и, в принципе, разницы особо не видно. По-моему, у меня только больше стало лагать, когда я сделал минимальную графику, но, скорее всего, всё прогружается, там всё выглядит очень странно. Короче, единственное, что я заметил, это отражение у машины, то есть, его теперь нету. Ну, и мы спокойно это также можем исправить, настройки, настройки графики, и ставим отражение, вот это вот, качество отражения, и теперь у нас, в принципе, разницы никакой нет, можно ещё включить прорисовку и больше ничего не включать, потому что всё, в принципе, и так отлично и играбельно. На данный момент некоторые хотят играть только на новом движке, кто-то играет на старом также, ну и задаются вопросом, сколько будет продолжаться ОБТ. Оно будет продолжаться до того момента, как не будет готов новый движок. Это наверняка займёт несколько месяцев. Поэтому, если вам хочется поиграть на новом движке, то вы спокойно можете играть на новом, потому что как только закончится открытое бета-тестирование, сразу же выйдет новый движок. Ну, а также вы можете играть на старом, потому что еще несколько месяцев вы сможете наслаждаться старым движком, ну а потом его больше не будет, и вы будете играть на новом, как и все остальные игроки. Вышел новый движок, но вот владельцы айфонов остались недовольны, потому что им абсолютно ничего не дали. То есть новый движок доступен только для владельцев андроида, а для айфонов до сих пор ничего нету. Ну и как сказали разработчики, что ничего и не будет, потому что придется ждать еще несколько месяцев, и весь открытый бета-тест будет проходить именно на андроидах. А вот когда все уже будет готово, тогда игру получат владельцы айфонов. Поэтому если вы владелец айфона, то даже не стоит ждать новый движок в ближайшее время, и если вы прямо сейчас хотите поиграть, то берите какой-нибудь андроид, купите его или возьмите у родителей, и попробуйте поиграть на новом движке, и посмотрите, понравится вам или нет. После выхода нового движка многие остались недовольны, но вы должны понимать, что это только открытое бета-тестирование, и это не официальный релиз. То есть сейчас вы можете просто понаходить баги, помочь разработчикам, а уже через несколько месяцев блокраша станет намного лучше. Ну а если вы уже точно уверены, что вам все это не нравится, то тогда просто уходите с проекта, хотя я не знаю, где вы сейчас найдете такой крутой CRMP Mobile проект. Продолжим говорить о плюсах, и один из плюсов, который действует недолго, это Fast Connect. То есть если вы хотите затестить новый движок, то просто заходите, и буквально через несколько секунд, если есть очередь, у вас заходит. Это сделано только на какое-то небольшое время, поэтому поспешите, потому что в скором времени этого сделать, к сожалению, уже нельзя будет. Второе, это то, что теперь у нас игра весит всего 2 гигабайта, то есть если до этого она весила 5 гигабайтов, то теперь в два раза меньше. Ну а в завершении к этому видеоролику хочу сказать, что сейчас есть огромное количество плюсов, огромное количество минусов, и с каждым днем этих минусов будет становиться все меньше и меньше, потому что, допустим, за сегодня уже 3 раза успели пофиксить баги и выпустить небольшие обновления. И если вы будете помогать находить эти баги для того, чтобы разрабы их фиксили, то все произойдет намного быстрее. Ну а пока что я пошел играть в старую Блэкрашу.